Медицина сегодня в нашей стране начала двигаться по модели зарубежной, Европы, Америка, она совсем другая. И мы сейчас двигаемся вот по этой модели, так же как у нас изменилось образование, у нас меняется медицина, я думаю, вы все это заметили. Поэтому у нас начались сокращения коек, у нас началось сокращение докторов, специалистов, да, то есть медицина в будущем придет к следующей модели. Что стационары у нас будут только экстренные, вот, и со своими хроническими болячками люди будут справляться сами. Просто так лечить стационар, прокапываться, пролечиться, такого не будет. Вот, то есть будут попадать только на оперативные вмешательства и при экстренных ситуациях. Что это означает для нас? Это означает, что забота каждого в его руках. Вот, соответственно, ну, на сегодня время такое у нас информационной, информационной агрессии, я бы так сказала, да, и очень сложно вычленить из того объема продуктов, из того объема препаратов там и прочих вещей, что-то очень важное и необходимое для себя. Поэтому я работаю в этой сфере, в сфере неврологии и иглорефлексотерапии, так как я врач еще восточной медицины. Я познакомилась с продуктами компании Атоми, ну, несколько месяцев назад и успела уже получить определенные результаты от применения этих продуктов. То есть, главное для меня продукт здесь оказался Хемохим. Этот препарат, ну, я его не называю БАДом, потому что он не может относиться к БАДам из-за его эффективности, из-за его очень мощных компонентов. Да, то есть он наравне идет с лекарственным растительным средством. Это лекарственное растительное средство, не имеющее аналогов, вот, и которое в своем составе содержит очень важные компоненты, да. Вот всегда нужно смотреть составы с минимальным количеством компонентов. Здесь их три. Вот, я кратко вот, как бы, немножко пробегу. Михаил, я прошу, знаете, что еще? Найдя вот этот препарат Хемохим, я, конечно, была крайне удивлена мощности его воздействия, так как я нахожусь в поиске, в постоянном поиске чего-то универсальных каких-то средств, да, которые могли бы нам помогать в главных, скажем, в разборе главных наших проблем. Вот, в двух словах скажу, что проблемами всего человечества являются, ну, наверное, две проблемы, да. Это загущение крови, то есть у нас 80% патологии идет за счет загущения крови. И окислительных процессов. Ну, я думаю, эти вещи вы все слышали, да, об этом. Поэтому вот это средство Хемохим, оно как раз и воздействует на этих два момента. Поэтому, начав его принимать и рекомендовать пациентам своим, я, конечно, увидела очень хорошие результаты. И эти результаты, они были, ну, скажем, то есть они в чем проявлялись? Они проявлялись в приливе сил, в приливе энергии, в улучшении сна, качества сна. К сожалению, еще пока нужно хотя бы год применения, чтобы прошел, чтобы я могла еще по анализам крови сказать насчет главного его свойства, это снижение вязкости крови. Поэтому для себя я его, этот препарат, вычленила как базовый, как тот препарат, который я буду принимать в постоянном режиме. Южная Корея пишет насчет способов применения, что, ну, где-то курсовое применение один месяц. Я этот вопрос изучила. И могу с уверенностью сказать, что, конечно, это крайне мало. Хемохим нужно применять 4, 5, 6 месяцев для того, чтобы был и накопительный эффект, и эффект потом пролонгации. Так как наша кровь меняет свои показатели только через месяц, поэтому месяц приема – это очень короткий срок. Дальше в составе этого средства находится такой жгун-корень, который обладает очень мощной противораковой защитой. Ни для кого не секрет, да, что онкологические клетки вырабатываются у нас ежедневно, и наша иммунная система с этим борется. Из-за того, что мы живем в агрессивной среде, нам нужно помогать, нашему организму нужно помогать. Мы не имеем права просто вставать, пить воду, ложиться спать, кушать, свой биоскафандр, постоянно чистить, постоянно наполнять, и наполнять качественными продуктами, качественными средствами, из которых он будет брать все необходимое. Еще немножко отвлеклась. Хотела сказать, что одно из направлений я сказала, это что у нас организм, он требует постоянного вовлечения в процесс таких вот средств, которые снижают воспаление, воспаление в крови, потому что старение организма начинается с вяло текущего хронического воспаления. И одно есть еще вот вам на заметку, да, такой нюанс, все болезни закладываются за 20-30 лет. То есть они начинают себя проявлять через 20-30 лет. Все эти панкреатиты, холециститы, остеохондрозы и так далее, весь спектр, да, он практически длится 20-30 лет. То есть как вы ухаживали за собой, как вы ухаживали за своим организмом, чем вы его кормили, чем питали, так он и будет отзываться вам в последующем. И так вы потом увидите состояние своих органов и систем. Поэтому вот химохим, я, конечно, хотела бы его здесь отметить, как наиболее такое главное ядро компании Атоми, которое, конечно, меня впечатлило. И третий компонент, который здесь находится, это корень пиона. Я думаю, все его знают. Это седативное средство, то есть успокоительное. То есть химохим приводит в баланс нервную систему, которая на сегодняшний день такое впечатление, что она расшатана просто у каждого второго. Обладает вот таким вот успокоительным эффектом, но в то же время, значит, химохим, он дает энергию, дает силы и приводит в гармонию, в баланс. То есть вы спокойно будете засыпать. Это не значит, что вас будет будоражить до самого вечера. Что касается еще вот, кто только может быть знакомится с этим средством, да, то я хотела бы сказать, что, значит, рекомендованная дозировка идет два пакетика. Но здесь нужно два пакетика в день. Здесь нужно слушать себя. Если вы находитесь из себя, ну, ощущаете так, по пятибалльной шкале на четверку с плюсом, там, к примеру, да, есть энергия, есть силы, то достаточно одного пакетика в день для поддержания себя, для того, чтобы вырабатывались, для поддержания иммунной своей системы, чтобы вырабатывались НК-клетки, так как он призван в том числе и укреплять нашу иммунную систему. Если же вы чувствуете себя на троечку, то это однозначно два пакетика – утром и в обед. Если вы заболели, то есть до четырех-пяти пакетиков вы можете принимать для того, чтобы немножко поддержать свое, помочь своему организму, да. Насчет курсового лечения я сказала, не лечения, а поддержания себя. То есть мы сейчас заходим в зиму, мы страна зимняя, и мы не можем просто так эту шубу одеть и зайти в зиму без подготовки своего организма. Поэтому самые главные моменты, да, это витамин С, конечно, у нас должен быть всегда, в постоянном режиме. Мы всегда контактируем с людьми. Поэтому наша иммунная система должна быть на защите. Наши слизистые всегда должны быть на защите. Я вам немножко сейчас еще скажу такой лайфхак немножко, да. То, если вы почувствовали в горле першения или в носу сразу дозу витамина С 1000 мг, нужно принять, сразу принять химохим и промыть нос мыльным раствором. Это очень, ну, неприятно, но это реально действует так, что я этим пользуюсь уже 20 лет. Ну, отвлекусь немножко, да, от химохим, просто небольшие моментики я буду так в помощь вам говорить, потому что сейчас такой сезон, сейчас болеют просто все поголовно. Значит, вы умываясь, после того, как вы пришли с работы, умываясь, вы намыливаете свой мизинец и заводите его в нос, в одну ноздрю. Таким образом, как бы немножко промывая нос, да, вы должны нанести щелочную пленку на слизистую носа. Ну, и так же делаете с другой ноздрёй. Дальше идёт очень сильный рефлекс, вы смаркиваете это всё. То есть задача в том, чтобы создать щелочную среду на слизистой поверхности, потому что все вирусы размножаются в кислой среде. Поэтому мы должны обеспечить щелочную среду, это может быть детское мыло, не жидкое, а лучше детское, не хозяйственное. Работает на 200% этот способ. Только тогда, когда вы это сделали сразу, как только почувствовали, никогда уже температура поднялась, никогда уже там все эти симптомы начались и так далее. И второй момент – это горло, это вторые входные ворота. У вас есть дети, вы это всё должны делать, как только вам ребёнок пожаловался, что там мама, вот я у меня где-то что-то запершила, сразу, моментально принять эти действия. Значит, вы горло, у Атоми есть прекрасное средство, прополис, спрей, но ещё его нет на российском сайте, я его очень жду, очень жду, потому что это реально рабочие вещи. Сейчас я пользуюсь прополисом нашим, отечественным. Вот, поэтому брызгать в горло пропосол. Дальше придёт прополис Атоми. Наш пропосол сделан на спирту, он очень агрессивен, но тоже хорошо работает. Детям он не подходит. И поэтому сейчас вот ждём прополис Атоми. Вот таким образом я просто вам немножечко вот хочу помочь, для того, чтобы вы сейчас избежали вот этих вот проблем с вирусными инфекциями. Но помимо этого, конечно, вы должны постоянно ухаживать за своей иммунной системой. И я уже сказала о витамине С, да, дозировочка у Атоми, витамин от С, 500 мг. Вот, если вы заболеваете, то 2 саше вы принимаете. Обязательно растворить в воде нужно, комнатной температуры. Дальше что хочу сказать, значит, прекрасный пробиотик. В компании Атоми вот в следующем линейке, да, идёт пробиотик. Здесь, я думаю, что ни для кого не секрет, что наша иммунная система находится в кишечнике. 80% иммунной системы находится в кишечнике. И пробиотики, вернее, флора, которая находится в кишечнике, на сегодня она у нас называется микробиота, и за ней нужно тоже ухаживать. То есть заселять всё время здоровую микрофлору. Раньше это были кефиры, да, раньше это была ряженка. Кто-то употребляет наринные из супермаркетов. Это тоже очень всё прекрасно. Но на всех этих продуктах есть такой значок, такая аббревиатура. Называется она КОЕ. Обратите внимание на всех кефирах, на всех кисломолочных продукциях КОЕ. Она должна быть не менее 10 в 7 степени. Как правило, кефиры идут 10 в 6 степени, но бывают 10 в 7 степени. Пробиотик компании Атоми содержит 10 в 9 степени. Это количество бактерий, находящихся в одном САШЕ. Поэтому нам нужно выше 10 в 7 степени для того, чтобы нам заселять здоровую микрофлору. Ещё один такой момент. По последним научным исследованиям, если вы принимали антибиотики, восстановление кишечника длится год. Очень многие заблуждаются и думают, что я сейчас вот Линокс пропью, или я сейчас там Бифифор пропью, или там кефир, или Нарине, и флора восстановится. К сожалению, это не так. То есть на сегодняшний день этот процесс занимает год. И от того, какая микрофлора в вашем кишечнике, такой у вас будет иммунитет. То есть и такая будет ответная реакция слизистых ваших носа, горла, то есть входных ворот. Вирусы, бактерии все входят через входные ворота. И вот микроорганизмы, которые содержатся в пробиотиках, они, попадая в кишечник, делают определённые процессы биохимические, о которых сейчас мы не будем углубляться, которые держат защиту на слизистых. Поэтому помимо, скажем, ухаживания, высмаркивания, полоскания горла, после работы кто что делает, нужно обязательно заселять микрофлору. Ещё тоже отвлекусь на такой момент. Нам на Конгрессе показывали просто ужасающие кадры онкологических, колоноскопии, то есть это видеоколоноскопия кишечника онкологических пациентов. Так первым страдает кишечник, то есть сначала летит иммунная система, которая находится в кишечнике, и только потом появляется онкология. Поэтому очень вас призываю следить за состоянием тонкого и толстого кишечника, то есть помогать ему. Помимо заселения микрофлоры обязательно нужна очистка, то есть выведение токсинов. Мы, ну, определенная такая машина, которую нужно снимать накид, как там у чайника, да, то есть вот выводить токсины, продукты обмена нашего нужно выводить. Мы порой не всегда употребляем качественную пищу, поэтому нужно, помимо некачественной пищи, да, у нас ещё мы болеем там бактериальными инфекциями, мы болеем вирусными инфекциями, и вот эти все обломки вирусов, бактерий, производная их жизнедеятельности, они все находятся у нас в крови. Всё это циркулирует в крови, и это называется токсины. Кто имеет лишний вес, эти токсины начинают накапливаться в жировом слое. Те, кто имеет целлюлит, это и есть зашлакованность организма, то есть вот эта целлюлитная прослойка, это зашлакованность организма. Если вы потрогаете этот вот, ну, скажем, места, где у вас жировые вот есть отложения, там целлюлитные отложения, они очень болезненные, вот, потому что там нарушено кровоснабжение, потому что там уже, ну, скажем, такие започкованные уже организмом продукты, использованные продукты. То есть организм не может вывести всё через кишечник, он не может вывести всё через органы мочеводеления, через кожу, ему куда-то ещё нужно откладывать. И вот откладывает он в жировые вот эти наши места. Вот, поэтому для того, чтобы ему помогать в этом, в компании Atomia есть прекрасный продукт, он называется спирулина. Спирулина, она является антиоксидантом, там она работает на окислительно-восстановительный процесс. И я тоже думаю, что ни для кого не секрет, что, ну, сейчас на всех каналах, по-моему, говорится о том, что самое главное – это бороться с закислением крови, с закислением тканей, да, то есть мы все знаем наш PH, и поэтому вот спирулина, она как раз рассчитана на то, что она снимает закисление организма, то есть она его, ну, скажем, сейчас не очень хорошо говорить слово защеланчивает, мне некорректно, вот, но для понимания, вот, примерно защелач. И еще такой момент, спирулина снижает холестерин. Все сейчас повально борются с холестерином, приемом препаратов, это тоже неправильно, потому что очень много побочных эффектов. Почему холестерин откладывается? Тоже буквально два слова, чтобы было как хотя бы немножко общее понимание, что вообще происходит с нашим организмом, а то мы, может быть, в мясорубках разбираемся, в кофеварках разбираемся, в миксерах разбираемся, а в своем организме мы ничего не понимаем. Глаза, нос, уши, вот руки, ноги двигаются, да и ладно. То есть нужно немножко понимать, ну, скажем, какие-то элементарные механизмы, да, вещи для того, чтобы за собой ухаживать, ну, грамотно ухаживать. Вот я, значит, хочу такой момент сказать, почему холестериновые бляшки появляются в организме и в сосудах, почему повально идет атеросклероз? Потому что вирусы, которые циркулируют в нашей крови, к сожалению, они есть у всех, я сейчас не говорю, конечно, не про коронавирус, там никакие вот эти моменты, я говорю про обычные вирусы, которым мы все заселены. Это вирусы герпеса, цитомигаловирус, вирусы пштейнбар, папиломовирус. Я думаю, что все эти названия вы слышали уже, потому что очень много информации сейчас говорится о том, что, во-первых, они вызывают онкологию, во-вторых, они вызывают инсульты. То есть я сейчас вот в двух словах скажу механизм, почему это происходит, чтобы вы поняли и чтобы все ваши действия были направлены на борьбу с воспалением, которое вызывают вот эти вот вторженцы, так мы их назовем. Значит, когда вирусы попадают, они попадают либо с плацентой, через плаценту, с током материнской крови к ребенку, и дальше мы с ними живем. И когда у нас иммунная система снижается, они начинают активно размножаться. Активно размножаясь, они травмируют сосудистую внутреннюю стенку и разносятся по кровотоку, по всем органам и тканям. Травмируя сосудистую стенку, таким образом как бы вызывают воспалительный процесс по всей сосудистой системе. Что делает наш организм? Он штука умная. Он вырабатывает холестерин, он у нас в норме вырабатывается печенью. Вот он начинает вырабатывать холестерин для того, чтобы заделать рамки, заделать язвочки, заделать какие-то дефекты внутренней стенки сосудов. И таким образом, когда организм видит, что кругом воспаление, никто с ним не борется, токсины не выводят, с вирусом никто не работает, соответственно, все сосуды просто покрываются сначала тонким налетом холестерина, затем более толстым. На изгибах образуется, на поворотах сосудов образуется бляшки. И когда кровь густеет, а кровь густеет, густеет начинает после 35 лет, 35-40 лет идет физиологическое загущение крови, почему обязательно нужно пить воду в больших количествах. Организм, значит, вязкая эта кровь, она начинает застревать на поворотах, где-то сосуды сузились, диаметр их сузился, застревает на поворотах, цепляется за бляшки, тромбоциты друг на друга приклеиваются, таким образом образуется уже тромбированная бляшка. Потом человек пришел на работу, Иван Иванович его вызвал на ковер, значит, там какие-то претензии предъявил по работе, значит, человек получил стресс, сосуды резко сократились, резкий спазм, да, он волновался, переживал, сердце там активно стучало, все, бляшка отрывается, бляшка отрывается, летит, попадает, соответственно, в сосуды головного мозга, таким образом происходит ишемический инсульт. То есть предпосылки и база, она развивается за 20 лет, 15-20 лет на фоне воспалительных реакций. То есть все вот эти вот заболевания, у нас инсульты стоят на первом месте по заболеванию смертности. Поэтому вот мне сейчас просто очень хочется вас об этом информировать, чтобы вы это знали. Я сижу, это говорю в кабинете, но это я говорю каждому индивидуально, объясняю там его проблемы и так далее. Но сейчас вас много, и я пытаюсь до вас донести, что на сегодня нужно заботиться и ухаживать. И в первую очередь это должно быть все ваши средства, направленные на то, чтобы выводить токсины и снимать воспаление в организме, которое у нас у каждого первого человека после 40 лет. Поэтому, почему я так зацепилась, скажем так, за это средство, химохим, да, он обладает очень мощным противовоспалительным действием. То есть если вы откроете справочник и увидите, что такое дудник, какими свойствами он обладает, он используется уже 4000 лет в Китае, в Японии, в Корее. То есть, поэтому я вас, ну, скажем так, не то, что призываю, я вас информирую, вы сейчас получаете эту информацию, да, и сейчас вот у нас, ну, век такой информативный. Не обладаешь информацией, значит, не обладаешь ничем. Обладаешь информацией, обладаешь знаниями, и, соответственно, обладаешь миром, обладаешь, ну, а мир — это ваше здоровье, ваш мир. Поэтому я очень впечатлена продуктами атомии, и, конечно, сейчас я их назначаю своим пациентам. Естественно, пьют все мои родственники, потому что у моих родственников уже очень хорошие результаты, потому что есть у моих родственников онкология оперированная третьей стадии, и после второй коробки химохима уже отличные результаты, ушла симптоматика, которая не уходила в течение трёх лет. Поэтому, увидев такие результаты, я ещё больше воспряла, потому что, так как я сама принимаю и относительно здоровый человек, я чувствую только прилив энергии. Больше я как бы не могу сказать, ну, скажем, на биохимическом уровне, что там происходит, или какую-то симптоматику он у меня убрал. У меня её нет. Он мне даёт силы, даёт энергию, даёт бодрость, качественный сон. Но, увидев на своих родных, что он ещё работает очень хорошо постонкологическими вопросами, я, конечно, была поражена. Вот, поэтому для меня вот этот продукт сейчас номер один. В целом я, наверное, в принципе, все, да, Михаила, осветила продукты, которые вот я уже здесь попробовала. Вот я имею сейчас сколько? Четыре месяца опыта приёма этих продуктов. Ну, по витамину С и спирулини, да, здесь он есть во многих компаниях. И почему я Атоме предпочла? Потому что я предпочитаю, в принципе, страны Юго-Восточной Азии, это Япония и Корея, потому что здесь доверие абсолютное, так как я многократно была в этих странах и покупала эту продукцию. То есть я постоянно везла из их аптек определенные препараты растительные, там или не только растительные, и качество, в принципе, не вызывает сомнений. Поэтому вот таким опытом пыталась сегодня с вами своим поделиться, дать, ну, может быть, я очень надеюсь полезную информацию. Если у кого-то есть какие-то вопросы, вы можете сейчас их задать. Вот я с удовольствием отвечу. Можно, да, вопрос, Евгения? Добрый вечер. А как принимать, вот если ты, например, лютеин принимаешь, там омега, спирулина, ну, химохим еще, как-то их можно мешать друг с другом? Прям берешь горсть и выпил, да, там с утра и в обед или вечером, или как-то их нужно разделять. Я где-то прочитала, спирулину нужно пить, пишет кто-то натощак, две капсулы сразу. Вот ваши рекомендации, что можете сказать? Значит, я хочу, значит, что здесь сказать? Конечно, все подряд нежелательно мешать. Вот смотрите, вот возьмем утро, да, вот вы просыпаетесь утром, нам что нужно? Нам нужен заряд энергии, нам нужны силы. Соответственно, это будет химохим, да, он дает энергию. Кто-то, если приобретал, я вот не успела затронуть красный женьшень, да, то это может быть красный женьшень, вот. Дальше, витамин С, вы выходите в мир, вы будете сейчас контактировать с людьми. То есть ваш организм должен быть сейчас наполнен всеми необходимыми микроэлементами. Соответственно, это будет витамин С. То есть витамин С, все. Вот это, если мы берем сейчас вот эту линейку, да, вот продуктов Атоми. Дальше, следующий момент перед сном. Второй пакетик химохима, конечно, на работе. У меня он лежит на работе. У меня витамин С лежит на работе и химохим лежит. Соответственно, в обеденное время вы можете принять химохим и витамин С. Их можно вместе. Их можно вместе. Дальше, что касается пробиотика спирулина. Значит, пробиотик лучше всего принимать вечером, когда вы уже попушили. Где-нибудь час после еды уже прошел. Лучше побольше, лучше даже два часа, чтобы уже из желудца тонкого кишечника начала пища удаляться. Соответственно, пробиотик вы пьете, ну, можно там за час до сна, например, примерно так для себя поставить. Растворив его в теплой воде градусов 30-35 температуры тела. Ну, не доводите до 36-37, но чуть-чуть ниже температуры тела. Растворить в небольшом количестве воды, хотя там написано, что можно сухой, да, в сухом виде. Но лучше всего такие вещи растворять. И вы выпиваете его там за час, за два до сна. Для того, чтобы заселение произошло, после этого не должно быть пищи и не должно быть никакого чая, никакой горячей воды. Иначе вы убьете эти бактерии, потому что они очень нежные. То есть просто так их запихивать там за обедом нельзя этого делать. Значит, это мы оставляем на вечер. И спирулину, спирулину тоже можно на вечер, ну, где-нибудь вот между ними разбейте по часу. По часу. То есть нежелательно с пробиотиком ничего другого, ну, скажем, принимать. Вот продукты, которые я вам сказала первые, да, их, пожалуйста, можно смешивать. Вот. И они принимаются, можно во время еды, можно сразу после еды. То есть они, травяные вот эти вот средства, их можно применять вот в процессе пищи. А не гулитеин тоже в первую половину дня во время еды вы можете принять. То есть я принимаю химохим, витамин С, омегу и лютеин, всё вместе. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот выписала химохим, и хотела бы более понятно, как его правильно применять. Допустим, я утром просыпаюсь, пью всегда на голодный желудок тёплую воду. Тёплую. А после этого там, ну, свои процедуры какие-то, да, и через какое-то время я завтракаю. В каком периоде принимать химохим? На голодный желудок, после воды, во время завтрака? Во время завтрака. Во время еды, да? Да, во время еды, либо сразу после еды. Я, может быть, да, немножко так вот всё активно говорила, но не сказала его свойства. Да, ещё раз вот я повторю свойства. Он обладает противовоспалительным свойством, да, о чём я говорила, что снижать воспаление, снимать его. Добрый вечер. А омегу-3 с химохимом совместима? Да, конечно. Омега совсем совместима. Да, омегу тоже в первую половину дня, пожалуйста, да, принимайте. Я забыла главное сказать. В всех делах главная система. Если системы нет, результата не будет. То есть, если мы там попили один месяц, ой, я ничего не поняла, ничего не получила, это всё ерунда полная, не будет, вы не почувствуете так быстро, если у вас более-менее нет никакой симптоматики грубой там, да. То есть, во всём нужна система. Это значит, несколько месяцев приёма, это накопительный эффект. Это вы должны проанализировать и сравнить себя год назад и через, например, 4 месяца приёма химохим. И посмотрите, тогда уже делать выводы. Это я вообще, в принципе, не только к химохиму, а вообще во всех делах, касающихся здоровья. Только система работает. На тощак такую продукцию лучше не принимать. На тощак. На тощак принимаются сорбенты, на тощак принимаются пробиотики. То есть, то, кто заводит, и то, что выводит. Вот эти вот. А всё, что наполняет, потому что химохим, лютеин, омега, это наполнение организма микроэлементами, витаминами. Их нужно с чем-то, с какой-то пищей, чтобы это поступило, чтобы когда поджелудочная железа будет вырабатывать ферменты для расщепления вот этой вот продукции, чтобы это всё происходило в одном временном интервале. Про омегу-3. Один из наиважнейших элементов. Она необходима для сердечно-сосудистой системы, для производства в том числе гормонов, потому что большинство гормонов у нас производится, они жирорастворимые, да, то есть нам нужны жировые компоненты, которые содержатся в рыбе, которые содержатся в маслах. Вот, поэтому, к сожалению, не хватает на сегодня в тех продуктах, которые мы употребляем, а омега, омеги. Вот, поэтому нам необходимо её заводить снаружи, скажем, подавать. И сегодня ещё такой момент, что рыба у нас вся, ну, большинство, я не буду говорить вся, конечно, большинство рыбы имеет ртуть, имеет тяжёлые металлы и имеет радиацию. Вот, кстати, один из моментов, опять я вот его упустила, да, хемохим выводит радиацию. То есть он разрабатывался Институтом Атомной Энергетики для сотрудников этого института для выведения радиации, поэтому немножко переключилась, да, с омеги на хемохим опять. Но омега просто необходима, это факт, это точка. Всё и в постоянном режиме, так же, как витамин С, в постоянном режиме. То есть мы должны помогать своему организму, особенно, опять же, в зимнее время, потому что и витамин Д должен усваиваться, да, благодаря жирным кислотам, которые в омеге содержатся. То есть вот это вот всё необходимо. Женечка, спасибо тебе огромное за информацию. Я хочу немножко вклиниться, потому что у нас время уже начинает поджимать. Я хочу такой вот вопрос задать тебе как специалисту ещё вот. Почему же всё-таки ты или люди, с которыми ты работаешь, выбирают, если говорить сейчас о линейке продукции для здоровья на платформе Атоми? Почему именно эту компанию? Ведь понятно, что хемохима – это эксклюзивный продукт, он запатентован и так далее. Есть в линейке, присутствуют такие товары, как витамин С, там вот тот же омега-3 и какие-то спирулина. Подобные наименования, они присутствуют и на аптечных полках и в других компаниях. Почему всё-таки здесь есть смысл пользоваться вот этой платформой? Почему ты её выбираешь? Ну, как я уже сказала, что я пришла сюда из-за хемохим, да, вот из-за уникальности этого продукта. Вот. И изучив, так сказать, оборотную сторону продукции, сколько миллиграмм содержится, каких, какие вспомогательные компоненты содержатся. то есть вот эти вот моменты меня, они устроили. Устроили... То есть ты проектируешься в ценовом диапазоне? Нет, нет, не в ценовом. Не в ценовом. Нет, ценовом тоже. Почему не в ценовом? Например, пробиотик я везла из Японии, да, вот для примера. Я его везла из Японии, он стоит там 5000 рублей. Это очень дорого для моей семьи, потому что я пробиотик даю всем. 4 члена семьи, 5 и 4,20, для меня дорого, просто один пробиотик всем раздать. Вот, конечно, поэтому и там на месяц, а здесь, получается, 2, по-моему, месяца там, да, идет курс в коробочке. Вот, естественно, здесь и ценовая политика тоже. Но так как идет полное доверие Южной Кореи, вот я вам сказала, то есть это доверие стране, производителю. Вот, для меня это, ну, страна достаточно авторитетная. Мои доктора, ну, скажем, с кем я общаюсь, коллеги, да, которые посылают своих пациентов на оперативные вмешательства именно в Корею, не в какие-то другие страны, не Германия, там, не Франция, не Израиль, вот, а именно в Корею из-за высокотехнологичных, скажем, возможностей. Очень высокотехнологичная страна, то есть она идет на уровне с Японией. Япония на сегодня – это другая планета, это даже не другая страна. Кто был в Японии или там сталкивался с медициной в Японии, там оперируют роботы. То есть там такой высший пилотаж, что нам просто не снилось. Корея сейчас вышла, выходит на этот уровень. И я прекрасно понимаю технологии, которые доступны сейчас корейским, да, специалистам, научно-исследовательскому. Тем более мне здесь еще понравилось, что здесь идет разработки научно-исследовательского вот этого института, да, там на энергетике, что это не просто там кто-то собрался, сели, вот давайте будем тоже сейчас выпускать это все. Потому что я вам говорю, что информационно перегружены люди, и, ну, все мы перегружены обилием товаров, обилием производителем, и не знаешь просто, куда кинуться. И, ну, я вот, скажем, благодарна вот Татьяне, которая мне показала, да, рассказала об этом, и я его попробовала. То есть она меня уговаривала очень долго попробовать эту продукцию, вот, потому что я вообще, в принципе, ни на какие вот такие вещи не иду. Потому что, ну, как бы, определенная есть статусность доктора, да, я очень подпорчена, скажем, вся эта сетевая структура предыдущими компаниями, там, и так далее. Естественно, я не очень хотела в это погружаться, но, увидев продукцию, ну, скажем, я сломала свое мнение, да, то есть у меня немножко переменилось отношение к этому всему, и поэтому я сейчас, ну, естественно, рекомендую эту продукцию своим пациентам. Спасибо, Евгения. Всем спасибо, до связи. Продолжение следует...